Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. Две недели назад открылось подземелье Тайный рынок Тазовеж. У этого подземелья имеется как обычный формат, где мы лутаем 226 вещицы, так и хардмод-версия этого подземелья, где мы лутаем 233 вещицы. Там усиленные боссы, усиленные механики, побольше чуточку демеджа, и само собой имеется достижение, которое получает каждый игрок при прохождении подземелья в хардмод-режиме. Достижение называется «Делай как можешь, пока не сможешь как надо». В награду дают Тазовежский техноглайдер. Замечательный красивый диск, парящий с четырьмя красивыми сферами, которые перекручиваются. Маунт реально классный. Изначально я даже не хотел идти в это подземелье совсем. Я не видел в нем какого-либо смысла, потому что что такое 233 вещицы для того, кто полностью одет в замк Анафрия Мифик? По факту это лишь небольшое улучшение, но все-таки я полутал этого маунта, полутал ачивочку, и в тот момент был доволен. А в текущий момент, глянув статистику с сайта WoWhead, я увидел, что всего лишь 3% профилей спустя две недели после запуска этого подземелья имеют этого маунта, и имеют эту ачиву. Всего 3% игроков сходили в хардмод-версию Тазовеша. Быть может им просто трудно? Быть может они не хотят? Вот сегодня я постараюсь как-то ответить на эти вопросы, поговорю о различных плюсах, о различных минусах этого подземелья, и я надеюсь, этот процент увеличится, и быть может как-то я замотивирую вас на прохождение хардмод-Тазовеша. Сразу скажу то, что это подземелье не является тяжелым, ну и по крайней мере вам не нужно его проходить без смертей, как это было в Мехагоне. В этом подземелье имеется 8 боссов, и я скажу то, что не все они имеют какую-то нарастающую сложность. Например, предластовый босс, дракон, седьмой босс, он намного легче, чем пятый босс, потому что на пятом боссе вам нужно сбивать косты, а сделать это непросто, потому что босс прыгает, еще нужно между рунами перемещаться, чтобы достать до босса, в общем, нужно много-много мыслительных процессов делать, и нужно еще кнопку кико-коста нажимать, а многим игрокам это сделать тяжело, особенно рандомом. Ну да ладно, поговорим просто чуть-чуть о каждом боссе, начиная с самого первого. Зафекс часовой. Что в нем сложного? Да в целом ничего. Самое главное следить за фронтальными костами босса, и все. После убийства первого босса идет развилка. Можно пойти на Большой Зверинец, можно пойти на Кавардак на почте, а можно пойти в Оазис Мизы. Именно туда мы и пошли. Оазис Мизы — интересный бой, где каждый игрок берет себя по музыкальному инструменту. Лично я взял гитару, потому что имею музыкальное образование по специальности гитара. Серьезно, я не шучу. Бой довольно-таки интересный. То есть каждый игрок взаимодействует со своим музыкальным инструментом и жмет центральную кнопку на панели, жмет определенные кнопочки, получает с этого различные интересности. Это круто реализовано. И бой довольно-таки динамичный. Вылазают мопцы, вылазит босс. На боссе «отбеги-прибеги», то есть присутствуют различные механики для передвижения. Все это смотрится динамично, и бой является реально живым. Вдоволь наигравшись на музыкальных инструментах, мы отправились к почтмейстеру. Он устроил целый Кавардак на почте, и босс является багнутым. Починили ли этот баг сейчас — вопрос хороший. Но в тот момент, можно сказать, это был как гнилой зуб тазовеша, потому что он портил абсолютно все впечатление от этого подземелья. Суть в том, что через какое-то время после старта боя на землю падают бомбы. Эти бомбы нужно подобрать. А они даже не брались. В этом вся проблема. А в хардмоде эти бомбы нужно перекидывать между игроками, потому что в тот момент, когда вы берете бомбу, вас обездвиживает. Но что мы сделали? Мы просто зергнули этого босса до взрыва бомб. Я думаю, если прийти туда группой этим левелом еще выше, то он и бомбы эти даже не накинет на землю. Большой зверинец — это три босса, которые идут по своему таймеру. И если внимательно глядят на способности этих боссов, то можно увидеть некоторые сходства с способностями, которые мы видели в течение Shadowlands. Например, дебаф ненасытность перекидывается между игроками. Почти такая же механика передачи дебафов имеется в той стороне, на дилере ZX. Также, если рассмотреть другие способности, то можно увидеть некоторые сходства с алчущим разрушителем. Нам нужно выбегать, нам нужно не ловить сферы. Но человеку с ненасытностью нужно ловить и сферы. А если глянуть на последнего босса в этом большом зверинце, то имеется сходство с Zimax. Zimax имеет притяжку, в рейде Замок Нафрия. И эта притяжка, сильная к тому же, имеется и на большом зверинце. Босс средней сложности, просто нужно иметь хорошее количество спринтов, избегать всяких сфер ненужных, и нужно вовремя убегать от босса. Пятый босс-то завеша. Вишенка этого подземелья. Просто золотца. Если рассмотреть этого босса внимательнее, то сначала он делит платформу на две части, а потом на четыре части. И при этом всем нам нужно дойти до этого босса, наносить ему урон и сбивать косты, которые он делает. Если этого не сделает, то мы очень быстро умрем. С целью перемещения по боевой платформе перемещаются алтари разных меток. Квадратик, печенька, треугольник. Если мы встаем в треугольник, нас перемещает другой треугольник. Аналогично и с другими метками. Также не стоит забывать о том, то, что по боевой платформе иногда будет тянуться такой кружочек, такая воид-зона. И если вы попадете в этот контур, то вы будете получать хороший такой по себе урон. Поэтому нужно думать еще, как вы прыгаете. Не нужно прыгать, сломя голову, нужно подумать, в какую руну, в какую метку, из какой метки прыгать. То есть заранее продумать свой маршрут. И босс спокойно умрет. У нас на это ушло 4 пула. Да. С четвертой попытки босс умер. В легионе было много интересных механик. Были интересные подземелья и рейды. Подземелья чертоги доблести, рейд испытания доблести. Там мы развлекались с рунами на различных боссах. Теперь же мы будем вновь развлекаться с этими рунами, которые представлены в виде сфер. Шестой босс тайного рынка Тазавеш дает нам уникальную возможность взаимодействия с этими сферками. Четыре человека берут сферы. Один человек идет к основному пульту, к основному алтарю. Он, этот один человек, рассказывает, как нужно встать этим четырем людям. То есть к каким пультам им нужно подойти и тыкнуть правой кнопкой мыши. Если сделано все правильно, босс открывает свой щиток. Если допущена ошибка, то произойдет что-то плохое, но ошибок мы не допускали в тот пул, так что мы этого и не заметили. Самое главное, чтобы человек, который идет к основному пульту, мог сказать хорошенько кому куда идти. Или чтобы самое главное, этот человек смог быстро это написать. Касательно предпоследнего босса я буду краток, потому что сказать тут нечего. Босс похож на Элисандру из цели ночи за счет того, что ставит купола на замедление. Так же, как и все драконы, он дышит и бьет хвостом. Нужно просто бегать аккуратно и босс умрет. Салея, хороший босс того подземелья, в целом получился неплохой ласт. Если задуматься, то для тазовеша это более чем достаточно. У босса имеются три способности, о которых реально хочется поговорить. Первое, это спавн сфер. Сферу нужно заходить с некоторым интервалом, для того, чтобы просто-напросто слишком часто сфера не взрывалась и дебаф, чтоб не настакивался. Далее, в тот момент, когда наступает переходная фаза, нужно, чтобы все участники группы своими линиями разрезали сферы, которые летают по разным местам и останавливаются лишь только на мгновение на боевой местности. Если хотя бы четыре сферы будет поражено, то босс не откроет свой щиток, должны быть поражены линиями пять из пяти сфер. Все участники группы должны встать правильно в какой-нибудь свой небольшой сектор. Ну а последняя фаза выглядит прям очень красиво. Из шариков, которые мы взрывали линиями, будут лететь лучи плазмы, лучи света. И это смотрится изящно. В тот момент, когда вы убьете босса в хардмод режиме, вы получите достижение и маунта. В легионе был Каражан, в БФА был Мехагон, Шадоу Лэнси, Тазавеш. Эти эпические подземелья повторяют свою судьбу год за годом. В будущем Тазавеш станет мифик плюсом, поделенным на два квартала. Будет нижняя часть тайного рынка Тазавеш и верхняя часть тайного рынка Тазавеш. Конечно же, их назовут как-нибудь покрасивее. Ну а пока что мы можем радоваться лишь 226-м и 233-м вещицам с этого подземелья. С целью их получения не нужно иметь большой эквип, не нужно иметь хайгирную группу, в целом вам хватит кого-то 220-го, 225-го этом левела, но, как мы знаем, чем больше, тем лучше. Самое главное коммуникация в этом подземелье, умение нажимать кнопочки, а также не забываем сбивать косты, это самое главное. И если рассматривать негативные стороны этого подземелья, то их две. Первое, в этом подземелье можно потратить много времени, если вайпаться на боссах, ну а второе, если почтмейстер до сих пор забагован, то это гнилой зуб-то завешен. Увы, ах. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.